Всем привет, вы смотрите мультикплеер, а сегодня включу со в сонаре обновление. У нас есть добавленные анимации к Джеффу и ремодель к каналу Рики. Подпишитесь на канал мультикплеер, а мы сейчас начнем. Вот у нас Бизарр Джефф, посмотрите, у него такая интересная поза, странная, вообще непонятная. И вот так можно его поставить. Самца от самки отличия так до сих пор и нет. Но зато есть целых три варианта, как его раскрасить. Раньше такого не было. Смотрите, вот он. У него появилась гибкость в теле, он не такой квадратный. О, Ролокай рядом с ним, смотрите, он точно такого же роста, одинаково практически. Посмотрите, вот они одного роста получается. Но Ролокай здесь он еще маленький и вырастет, он станет больше, наверное. Хотя сам Джефф, он тоже должен увеличиться в размере, он же у нас еще маленький здесь. А, зачем кусаться? Побежали. Смотрите, вот он найдет. Видели? А вот так он бежит, у него новая анимация бега. Выглядит классно. Раньше он был такой беревенчатый, прямоугольный, вообще неподвижный. А теперь у него и появились такие. Ловкость, грация. Теперь он догнал. Так, нет, надо сюда отойти. Давайте сейчас сравним характеристики нового Джеффа со старым. Как там раньше было и как сейчас. У него очень сильно подняли уровень здоровья. Смотрите, здоровье стало 500. Выносливость стала 200, тоже увеличилась. Урон увеличился он теперь 20. Скорость у него увеличилась ходьбы на 30. Аппетит повысился 80. Но ночное видение стало один из трех. Он также остался всеядным, наземным. Временем роста у него изменения. Теперь они поставляют 5 минут. По-прежнему первого уровня. Что у него добавилось? Такая способность, которую можно включить, нажав клавишу кул на клавиатуре. Отражение атаки на короткое время. Отражает урон, который наносится обратно атакующему. Вот такого еще не было. У Фекалу такая способность была. Сейчас добавили Джеффу. Это очень классно и удобно. Мы пока бежали до еды. И увидели, смотрите, Кналорики. Вот он такой новый. Но он здесь еще маленького возраста. Мы потом с вами вырастим его. Посмотрим уже взрослого. Но все равно, заметили? Не взрослый Джефф. Он ростом с маленького Кналорики. И побежали. Бегает он здорово. Давайте посмотрим другие его анимации. Вот это его агро. Необычно. Что-то он там показывает. Или какой-то эффект как матрица что ли. Не знаю. Так, следующая анимация. Давайте посмотрим Калор. Он закрылся руками. Следующая анимация. Сел. Смотрите. Вот он присел на корточке. И почему-то двигается вот он коленями. Следующая анимация. Это лежание. Смотрите. Он лег. Также он сидит, но опустил голову. Вот такая у него анимация. Звуков у него нет. Такая атака. Анимация. Джефф всеядный, как и обычный человек. Джефф это персонаж, похожий на обычного Роблокса, нуба. Размером он с аватар РТХРО. И используется для масштабирования с другими существами. Чтобы было понятно, тем их размер. Джефф это странный парень, который находится в еще более странном приключении. Вот его описание. Давайте посмотрим еще, как он ест. Вот у него вот эти растения. Смотрите. Он отрывает фрукт и вытирает себе рот рукой. Это интересно. Я такого еще не видела. Это довольно-таки классная анимация. Шляпка. Мы взяли фрукты, как всегда. Но вообще было бы интереснее, если бы они брали это в руки, конечно. Но все равно давайте другую шляпку примерим. Вот такая шляпка. Было бы лучше, наверное, если бы она на другую сторону наделась. Было бы точно, как настоящая шляпа или кепка большая. Там еще другие есть фрукты. Давайте их возьмем. Так, что здесь? Вот он. И посмотрим, как это будет выглядеть. Шляпка фиолетовая. Какая лучшая шляпка? Напишите в комментарии. Давайте посмотрим анимацию питья воды. Он набирает воду в руки и пьет. Это тоже довольно-таки интересно. А еще кто играл Джеффом, он помнит, что у Джеффа не было анимации плавания. Он просто столбиком ехал. А теперь посмотрите, как он круто плавает. Классно, да? Друзья, давайте мы перейдем к следующему редизайну ремодели канала Рики. О, Аня куда-то надевалась. Подпишитесь на канал Multicplayer. Мы сейчас начнем. Вот так у нас выглядит канала Рики. И отличие самца от самки в том, что есть борода и уши. Вот такие вот большие. Может это не уши, а какие-то перья. Что мы здесь видим? Это такой голос у него. У него есть очень большие зубы. Классно. Смотрите, это Агра. У него виднеется прям такой наконечник, как у Скорпиона. Но хвост немножко не такой. Ковыр. Анимация сидя. Вот он сел и виляет хвостом. Смотрите, это очень... Анимация лежания. Вот он лег. Ну, довольно-таки неплохо. Как вам канала Рики? Давайте посмотрим анимацию питья воды. Ну, в принципе, ничего особенного. Обычная анимация питья воды. Мне кажется... Да, давайте мы проверим, научился ли он плавать. Потому что в темстовом мире передние лапы не двигались. Да, и мы наконец-таки сделали анимацию. Здорово, исправили. А здесь раньше были такие туннели? Интересно. Я здесь раньше не плавала. Не помню я, чтобы тут что-то было. Это не только ремодель, но еще и изменения в статистиках. Посмотрите. У него было здоровье 2500, а стало 3000. Стамина. Выносливость увеличилась на 180. Ура, он теперь 150. Скорость уменьшилась ходьбы 24. Но зато бег увеличился 83. Аппетит 55 стал 2600. Вес увеличилась на 100. Получается время роста 25 минут. Защита от кровотечения увеличилась 25%. Теперь наносит кровотечение 12 и добавили ему токсин. Активных способностей у него нет. Давайте посмотрим, как он выглядел раньше. Пишите в комментарии, какая модель вам нравится больше. Как сейчас или как он выглядел раньше. Кналрики это опортунистические падальщики. Едят все, что могут встретить в дикой природе и обычно не охотятся. Они, как правило, более одиночные существа, но будут группироваться, если пищи много. Они бродяги, у них нет территории. Но они ненадолго останутся в этом районе, если там есть еда. Они устраивают небольшие бои на мечах своими хвостами для развлечения. Сам дизайн Кналрики ничем не вдохновлен, но его поведение в основном вдохновлено стервятниками. А его ремодель вдохновлена оригинальным Кналрики и Шэдл Мэн из АРК. Кналрики примечательны тем, что это первое существо с кровотечением, которое появилось в Санаре. Несмотря на то, что у него не видно глаз, но у него есть зрение. Вот посмотрите, вот такой Кналрики маленький и Кналрики взрослый. Друзья, подписывайтесь на канал Мультик Плэр и всем удачи и до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok